Плющенко! 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 Мишину Бортика Плющенко на льду. Этого не было долгих три с половиной года. Новые программы, новый олимпийский сезон. Еще летом Плющенко всем наглядно доказал, он будет серьезно готовиться к своим третьим играм и статистам быть не намерен. Как может человек вернуться, у которого есть все? Есть деньги, есть слава, есть карьера. Что ему еще надо? Я принял решение, это, кстати, с подачи моей супруги Яны Рудковской. Но это тяжело было, очень тяжело преодолеть себя, опять начать все заново, потому что, еще раз говорю, начинать надо все заново, начинать все сначала. Пока его нынешние соперники пытались крутить четверные, Плющенко крутил романы и зарабатывал миллионы на телепроектах. Но в сборной России так и не появилось того, кто смог бы на равных соревноваться с олимпийским чемпионом. Даже после трехлетнего перерыва. Наверное, виной тому, наверное, те годы, когда все-таки, наверное, не очень большое внимание уделялось молодежи, так, а больше внимания было уделено Плющенко, Слуцкий, Слуцкая вот этим вот звездам в одиночном парном катании. На последних контрольных прокатах он выступил не слишком удачно. Не слишком удачно для себя самого. Не прыгнул каскад с четверным, упал с Луца. Но все равно стал безоговорочно лучшим из всех кандидатов в олимпийскую сборную. Была у него плошность, ну что, ну ничего принципиального. Зато я вижу, что программа начинает чувствовать больше музыку, и программа рассвечивается очень интересными красками. Плющенко образца 2009 года лучше, чем Плющенко предыдущий. Он более зрел в жести, и у него, мне кажется, еще накалилась харизма. Готовить олимпийские программы и знать, что на игры, скорее всего, не попадешь. Именно в эту ситуацию поставил своих российских соперников чемпион Турина. На прокатах в Одинцове ожидали дуэль учителя и ученика Мишина и Алексея Урманова. Их подопечный Евгений Плющенко и победитель двух последних чемпионатов страны Сергей Воронов впервые встречались на льду. Никакой, к сожалению, борьбы не получилось пока. Но в связи с некими обстоятельствами в плане травм, ну и не только на это, что скидывать на это. Просто, на самом деле, не все сегодня удалось. Я скажу так, как мне кажется, что ничего нереального нет, но все в наших руках и ногах. Спортивная злость вновь появилась в мужском катании. И не факт, что Плющенко выиграет чемпионат России. А именно этот титул открывает дорогу на первенство Европы и игры в Ванкувере. Ко мне сейчас подошли, говорят, вы можете выступить на каких-то там показательных выступлениях. Но мы понимаем, что это перед чемпионатом Европы. Но я уже как бы говорю, что надо еще отобраться. Все еще впереди. Еще раз говорю, что ребята сильные. Это еще не показатель, что они плохо катаются на сегодняшний день. Но будут трудиться, будут работать. Они борцы, у них хорошие тренеры. Поэтому я надеюсь, что будет хорошая борьба. А насчет ажиотажа, ну, это тоже нормально, я считаю. Я привык к этому. Плющенко уже сейчас возродил почти забытое искусство четверных. Сложнейшие прыжки даже на контрольных прокатах пытались выполнить все без исключения российские одиночники. И ничего не значит, что пока это вышло только у самого чемпиона и не слишком известного Александра Успенского. Марина Губина, Евгений Лешин, Никита Токарев, Инфокс.